Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня наш репортаж посвящен стране, которая ближе всех подошла к внедрению технологий SkyWay, даже адресных проектов. Вы думаете, это Беларусь? Россия? 13 июня в Минск с очередным визитом привела австралийская делегация транспортных и строительных экспертов во главе с экс-министром транспорта Южной Австралии, руководителем компаний SkyWay Transport Australia и Род Хукен Associates Родом Хуком. Род Хук известен как высокоуважаемый и опытный руководитель. Занимая министерские посты, он принимал участие в реализации самых разных проектов, включая инфраструктуру, транспорт и охрану окружающей среды. Его успешная работа изменила качество жизни людей в Южной Австралии и в частности в Аделаиде. Речной порт Expressway, подземные скоростные путепроводы, расширение и реконструкция трамвайных путей, пешеходные мосты – это далеко не полный список деятельности господина Хука. Аделаиду в шутку стали называть городом 20 минут, поскольку именно столько времени требуется, чтобы добраться с окраины в деловой центр. Однако в последнее время дорожная сеть с трудом справляется с увеличением количества транспорта. Так как господин Хук в течение последних 10 лет был ответственным за контроль и выполнение проектов по программе капитальных вложений в транспорт и инфраструктуру общей суммой более 10 миллиардов долларов США, он не мог не заметить нарастающую транспортную проблему. Вот почему Род Хук заинтересовался прорывными транспортными технологиями Skyway. Первый визит Рода Хука в Минский офис Skyway состоялся в сентябре прошлого года, когда строительство экотехнопарка лишь начиналось. В тот приезд австралийцы ознакомились с технологией команды ее создателей, посетили строительную площадку и, убедившись в перспективности транспортных решений Skyway для Австралии, согласовали с Анатолием Юницким план дальнейших действий. По возвращении на родину Род Хук предпринял все необходимое для того, чтобы подготовить нужные условия вывода проекта Skyway на австралийский транспортный рынок. Итогом проделанной работы стало достижение договоренности с Университетом Флиндерс о строительстве 500-метрового участка дороги Skyway, которая обеспечит наилучшую связь кампуса Бетфорд с Медицинским центром Флиндерс, а также с перспективной железнодорожной станцией Флиндерс, которая будет продолжением существующей железной дороги от станции Тонслей. Проект получил широкий резонанс в австралийской прессе и заинтересовал представителей нескольких крупных инжиниринговых компаний, заявивших о своей заинтересованности в его развитии. По результатам предварительных переговоров из их числа была сформирована прибывшая в Минс делегация во главе с самим Родом Хуком. Целью визита стало проведение экспертизы технологий, а также обсуждение технических деталей следующего этапа сотрудничества по осуществлению адресных проектов в Австралии. Однако в действительности повестка этого визита оказалась куда насыщенной. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.systems.com, поддерживайте наш проект, и тогда вы не пропустите самое интересное. А оно по закону жанра обязательно будет в следующем выпуске, в котором мы коснемся посещения австралийской делегации святая святых Минского офиса Skyway и 15 конструкторских бюро, которые занимаются разработкой всех компонентов прорывных транспортных технологий. Строй Skyway. Спасай планету.